Две недели на раздумье. Германия выдвинула ультиматум Турции. Немецкие СМИ сообщают, если в течение этого времени Анкара не пойдет на уступки и не разрешит депутатам Бундестага посетить военную базу Джерлик, Берлин примет решение о передислокации техники и солдат Бундесфера. Альтернативу немцы уже нашли. Подробнее Татьяна Лагунова. Если Турция будет капризничать, ее готова заменить и Ордания. И разместить на своей территории самолеты-разведчики Торнадо, заправщики, обслуживающих эту технику военных Бундесфера. Об этом с королем Абдалой договорилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она недавно летала в Орданию и посетила военную базу, которую немцы рассматривают как альтернативу турецкой. Министру понравилось. Побывала на базе Эль-Азрак. Я впечатлена. У нее огромный потенциал и я очень благодарна за теплый прием. Политическое решение о передислокации пока не принято. Мы все еще продолжаем переговоры с Турцией. Перебросить военных и технику из Турции в Иорданию немцы решили из-за постоянных проблем с Анкарой. Власти Турции время от времени запрещают депутатам Бундестага посещать военных Бундесфера, которые дислоцируются на военной базе Инжерлик. То из-за признания Бундестага массового уничтожения армян в Османской империи геноцидом, то из-за предоставления Германии убежища турецким военным, которых подозревают в причастности к организации прошлогоднего путча. Когда мы отправляем миссии, очень важно, чтобы парламентарии, которые это сделали, имели доступ к военным, могли их посещать. В случае с базой Инжерлик это сделать сложно. Турция, впрочем, особо и не упрашивает остаться напротив. В Анкаре заявили, если немцы хотят уехать. Всего хорошего. Затем Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова